Привет друзья! А вы знаете, что один и тот же мультиинструмент от Leatherman изготавливают из двух разных видов стали? Первый делают, так скажем, из обычной качественной 420-й высокоуглеродистой стали твердостью 57 единиц роквелла. Такой инструмент штампуется на 120-тонных прессах, а второй делают из высокопрочной стали марки 154CM с твердостью 60 единиц. Эту сталь уже невозможно штамповать, поэтому ее режут лазером. Такой инструмент меньше изнашивается и требует заточки в 3 раза реже. Отсюда и разница в цене. Я собрал для вас подборку хорошего инструмента из Китая. Он будет полезен тем, кто любит мастерить. А тех, кто досмотрит видео до конца, ждет конкурс с приятным призом, который я разыграю уже завтра. Начинаем! Реноватор. Это многофункциональный инструмент. Его большой плюс заключается в том, что нет вращающихся частей, как у болгарки. Режущие насадки совершают быстрые колебательные движения из стороны в сторону. Благодаря этому становится возможным применение десятков разных типов насадок. Срезает гвозди и режет трубы. Реноватором можно резать, шлифовать, пилить, полировать, точить, скрести и все это делать в труднодоступных местах, углах и стыках, куда невозможно подлезть другим инструментом. Можно даже выпиливать квадратные отверстия. И он почти не поднимает пыли. Фен на 1500 ватт. Один из самых бюджетных строительных фенов. Его мощность 1,5 кВт. Работает на двух скоростях и создает горячие потоки воздуха на 300 и 500 градусов. В комплекте сам фен, кейс и 4 насадки для разных работ. Продается с российского склада, поэтому доставка будет быстрой, без таможенного оформления. В среднем 1-2 недели. Фен на 2000 ватт. Еще один технический фен. Он мощнее и немного дороже предыдущего. Его мощность 2 кВт. Опять же, работает на двух скоростях и создает горячие потоки уже на 400 и 600 градусов. Комплект такой же, как у предыдущего. Кейс для хранения и 4 насадки. Такие фены используются для сушки, приклеивания, пайки, удаления старой краски, сварки линолеума и сардельки еще можно пожарить. Насадка. Ну а для сварки линолеума понадобится вот такая сварочная насадка. Она используется для нагрева и размягчения полимерной проволоки и уплотнения ее в шов. Таким способом можно сварить не только линолеум, но еще применяется для соединения листового пластика и полиэтилена разных марок. Получившийся шов устойчив к воде. Китайский швейцарский нож. Да, китайцы тоже умеют делать швейцарские ножи. Но в отличие от оригинального армейского ножа, китайцы добавили в него еще и фонарик. А так все как обычно. Нож, пила, ножницы, штопор, отвертка и куча всего еще. Штангенциркуль. Он стоит всего 220 рублей. Нет, вы представьте, цифровой штангенциркуль всего за 220 рублей. Да, он пластиковый и прослужит меньше, чем стальной. Но за такие деньги его можно покупать каждый раз с новой, когда в нем садится батарейка. По точности он такой же как металлический. Я заказал себе запасной. На то в моем металлическом как раз батарейка садится. Тестер воды Xiaomi. Недавно я уже рассказывал про этот полезный прибор. Так вот он до меня доехал и мне удалось его проверить. Он показывает общую степень минерализации воды. И можно мгновенно узнать ее качество. С тестером вы сможете проверить качество покупной бутилированной воды. И выбрать среди нее лучшую. Тестирование занимает долю секунды. Результат сразу отображается на дисплее. Если значение больше 300, то камни в почках обеспечены. Набор коронок. В этом наборе 10 коронок с алмазным покрытием. Коронки разного диаметра. От 6 до 30 мм. Такими можно резать плитку, стекло, керамику. И не получить сколов и трещин на ней. Насадки зажимаются в обычную трель. Обязательно смачивайте плитку водой в процессе работы для охлаждения. У насадок нет центра. Поэтому желательно сверлить через трафарет. Чтобы избежать смещения коронки. Обычная литиевая аккумуляторная отвертка. Продается в обычном алюминиевом кейсе. Но когда его открываешь, то видишь там 100 разных насадок. 100 разных бит. Звездочки, шестигранники, какие-то треугольники, отвертки с вырезом. У меня уже есть 3 аккумуляторные отвертки. Но я хочу эту с кейсом на 100 бит. Блин, жаба, задуши меня пожалуйста. Усилие 2,5 ньютона. Цветодиодная подсветка рабочей зоны. Индикация заряда аккумулятора. Да блин, еще и продается на российском складе. Нет, мне точно не нужна четвертая отвертка. Нет, не нужна, не нужна. Скальпель. Все вы наверное видели очень популярный скальпель на Алиэкспресс. Очень острый и полезный инструмент. Но сегодня доступна его продвинутая модель. Значительно более удобная ручка и мощный фиксатор лезвий. Сделан он качественный и выглядит как настоящий инструмент. А лезвие подходит от прошлой модели. В комплекте 10 сменных лезвий. Если у вас еще нет скальпеля, то рекомендую сразу брать этот. Он нереально крут. Насадка-горелка. Один из самых популярных инструментов последнего времени. Насадка позволяет сделать из газового баллона отличную горелку. Есть пьезоподжиг. И не придется возиться с зажигалкой и спичками. Температура пламени достигает 1300 градусов. Фен. Самый простой и дешевый фен на 300 ватт. При цене в 10 долларов он отлично подойдет для работы с термоусадкой. Сушки и работы с клеем. Маленький и удобный. Выключатель расположен на тыльной стороне. Максимальная температура работы заявлена в 250-300 градусов. Но в комментах пишут, что с оловом справляется с трудом. Больше 2000 заказов на него. Автоматический керн. Полезная кернелка. Нажал, щелк и сверли. Не будет никаких уводов сверла. Внутри него мощная пружина и грузик. Поэтому метить металл будет отлично. Однозначно необходимый инструмент для выполнения качественных работ. Цифровой угломер. Мгновенно отображает значение угла на жидкокристаллическом экране. Не придется напрягать зрение и выискивать нужную насечку. Вы сразу увидите угол и сможете его подровнять, если потребуется. Обратный пинцет. Необычный пинцет. Он сам держит и зажимает деталь. А при нажатии наоборот раскрывается и отпускает. Это удобно при работе в сложных условиях, когда нужно долго что-то удерживать. Паяльная станция 995D. В общем, я отправил свою жабу в отпуск. И купил себе эту станцию. Почти месяц она лежала у меня в корзине. И жаба меня душила. Достоинство этой станции в том, что она компактная и имеет отличный внешний вид. Таким ЖК-экраном она будет приятной и современно смотреться на рабочем столе. Характеристики у нее тоже отличные. Мощный паяльник на 75 Вт. Фен на 720 Вт. Паяльник разогревается до рабочей температуры за 10 секунд. А еще в нем есть режим сна. В паяльнике установлен акселерометр или что-то такое. И если им не трясти в руке, станция отключит паяльник. Паяльная станция 853D. Фишка этой паяльной станции в том, что она совмещена в одном корпусе с лабораторным блоком питания на 15 Вольт мощностью 2 Ампера. Еще у нее есть 5-вольтовый USB-порт. Такое объединение позволяет высвободить место на рабочем столе и заменить два устройства одним. Сама паяльная станция 850 серии давно зарекомендовала себя среди радиолюбителей как хороший рабочий инструмент. У нее мощный быстро разогреваемый паяльник на 75 Вт. И термофен на 720 Вт. Если у вас еще нет лабораторного блока питания и паяльной станции, то однозначно стоит обратить внимание на этот вариант для рабочего стола. Ну а если у вас уже есть лабораторник или он вам просто не нужен, тогда можно сэкономить и купить такую же версию, но без блока питания. Это самая популярная модель 852D++. Сегодня она является лучшим выбором паяльной станции и оптимальна к покупке по цене. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ссылки на весь инструмент будут в описании к видео. Чтобы сэкономить на покупках с Алиэкспресс, рекомендую пользоваться проверенным мною лично кэшбэк сервисом EPN. Я пользуюсь им уже больше двух лет и возвращаю с каждой покупки минимум 7%. Мои деньги возвращает мне сам Алиэкспресс, но делает это не напрямую, а через посредника EPN. Поэтому никакого обмана в этом нет. Ссылка на скидку и видео о том, как пользоваться кэшбэком будет в описании. Еще в плагине EPN недавно появилась новая суперфункция. Динамика цен. Она позволяет увидеть, какая цена была раньше на этот товар и понять, дурит вас продавец или нет. А теперь конкурс. И призом будет любой товар из Китая на 1000 рублей. Чтобы принять участие, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк на это видео и написать в комментарии, что у вас в последний раз сломалось или что вы ремонтировали в последний раз. У меня вот вентилятор в компьютере сгорел вчера, пришлось заменить. В общем, пишите, а я прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...